Всем привет, ребята! Вы на канале Арини Лав, и сегодня у нас будет такое видео под названием Риборн заболел. Вот лежит лямушка. Сейчас мы будем вставать, но мне кажется, он какой-то горячий. Я решила сразу переодеть ляма и померить ему температурку. Одену я ему просто вот такую кофточку, потому что у нас достаточно жарко. Я переодела уже ляма, он правда себя как-то не очень чувствует, Я не знаю, что с ним. Он жалуется, что у него болит головка. Он довольно горячий. Итак, ребятки, я уже принесла градусник, сейчас поставлю ляму. Всё, я поставила ляму градусник, сейчас посмотрим. Итак, ребят, показывает, что у ляма 37. Сейчас такую температуру сбивать нельзя, поэтому подождём, когда она поднимется. Ребят, извиняюсь за мой такой внешний вид. Да, не обращайте внимания на моё лицо. Всё такое, просто я сама неважно себя чувствую. Ещё что я хочу сказать, что лям умытый. Он не спал, он спал, но он спал на утреннем сне. То есть лям проснулся где-то в 8, захотел покушать, я его умыла, она ему поесть. Потом он снова лёг спать. И лям, получается, уже умытый. Поэтому не думайте, что я ребёнка сейчас буду кормить, как бы не умытого. Нет. Он как будто чувствовал то, что у него поднимется температура, потому что он захотел умыться. Поэтому вот. Итак, я уже приготовила слюнявчик. Смечку. Она получилась такой ненасыщенной, но такого нежного-нежного белого цвета. Вот. Но ничего страшного. Ещё я приготовила салфетки, чтобы вытереть ляму рот. Ляму что-то вообще становится ужасно, потому что он просто отказался кушать. Я его сейчас положила. И, возможно, если так можно сказать, насильно кормлю, потому что он уже просто не хочет кушать. Но надо покушать, иначе он будет голодный. И, как мы знаем, что если у него температура поднялась, то таблицки на голодный желудок деткам не дают. Ну что ж, ребятки, у Ляма уже покушал, всё сделал. И я ему снова поставила градусник, чтобы посмотреть, какая у него температура. У Лямы поднялась температура. Сейчас я ему дам антибиотик, чтобы её сбить. Итак, ребятки, я уже пошла помыла бутылочку. Так, что-то она плохо закрылась. Налила туда тёпленькую водичку достаточно. Немного водички налила, ну где-то 130 миллилитров, наверное. Ой, пока шла, плохо закрыла. Видите, немножко пролилось. Также подобрала пакет лекарств всяких тут. Сейчас подберу ему, что ему можно дать. Извиняюсь за патрульные звуки. Вот так вот. Потому что я померила температуру, высокая, надо сбить и всё такое. Итак, ребята, я подобрала лекарства. Первое это в горло, потому что я посоветовалась по звонку с педиатром нашим. Если что, у нас педиатр платный, да. Я недавно наняла платного. В конце видео расскажу почему. И почему мы теперь ходим в платные больницы. Точнее, и в платные, и в обычные. Первое это вот такое вот пшикалка в горло, короче. Второе это капли, которые надо растворить в бутылке. Третье это таблеточка. Надо выбрать либо капли, либо таблеточка. И в носик, потому что ляма не дышит нос. Это ни в коем случае не реклама вот этих вот препаратов. Пожалуйста, не надо их пить. Если просто вы видите название, просто не надо. Я прошу вас. Это всё просто препараты, в которых налита вода. Это раз. И во-вторых, не надо бегать и покупать. И вообще не надо пить, ребята. Это очень опасно может быть для жизни. Без, если вам не назначил это врач. Вот наш лямушка. Он немного в шоке боится. Не бойся, давай, не бойся. Извиняюсь за поздравление звуки. Просто сейчас покажу. Извиняюсь, ребята. Отошла немного от темы аккаунта. Так вот, капельки. Сейчас я брызгну. Нам сказали по два пшика в одну ноздрю. Раз. Это два раза. Раз. Два. Так, давай, шмыгай. Шмыгай, шмыгай. Давай, давай. Итак, после капель сейчас я сразу сделаю вот эту вот пшикалку в горло. Но после нее где-то должно пройти полчаса. И потом уже можно будет пить вот таблетки. Лямушка, смотри, пить не хочешь? Пить не хочешь? Не-не. Нет? Тогда смотри, я пшикну. Смотри, вот лям. Я вот пшикну, но после этого пить нельзя. Понял? Тя. Молодец, все, давай. Тебе не страшно? Нет. Нет? Молодец. Ну все, давай. Я ему 50 раз уже пшикала. Вот и все. Итак, ребятки, пока мы будем ждать, когда пройдет полчаса, я решила ляму включить мульт. Барбоскины там идут. Сделала безвычное, чтобы вам было слышно. Сейчас он посмотрит чуть-чуть, полчасика. И я ему дам таблетки. И уже будем, наверное, заканчивать это видео, потому что ляму правда что-то становится не очень хорошо. И так, мы уже посмотрели, полчасика прошло, и мы посмотрели, он посмотрел мультики. Ему потом стало не очень хорошо, он начал капризничать. И сейчас я ему дам таблетку. Но ее нужно проглотить, потому что там написано, что прям маленьким детям все равно тоже нужно проглотить. Вот эта таблетка, она небольшая на вид, мы ее запьем водичкой. Я поставлю камеру, потому что надо проследить, чтобы я ее обязательно выпил. Это жаропонижающее. Все, ребята, сейчас я запихну ляму. Все-все-все-все-все. Все-все-все, пей, пей, запивай, все. Вот. Ну, в общем, вроде бы выпил. Итак, ребята, я положила рядом с лямом Микки Мауса. Сзади стоит его бутылочка. Микки Маус положила, чтобы он его обнял. Кстати, ляму довольно подходит эта соска. Прикольно смотрится на нем. Я даже так не думала. Думала, она ему не пойдет. Но неважно. Сейчас все. Сейчас буду укладывать ляма. Ребят, это просто какая-то жесть. Лям очень сильно плачет. Он вообще не может прям. Ему как-то нехорошо. Он очень сильно ноет. Он весь горячий. Возможно, я даже буду вызывать скорую. Если лям не уснет. Поэтому сейчас я буду вот так вот укладывать ляма. Баю-бай, мой малыш, засыпай. Просто какая-то жесть. Лям просто даже, видите, камеру бьет. Вот. Вот так вот более-менее. Все. Надеюсь, он сейчас заснет, потому что вроде бы он уже начал засыпать. Все, ребятки, я положила ляма. Наконец-то он уснул. Вот. Там вроде бы он с осочкой, да, по-моему, уснул. Неважно, не будем его влезть, потому что я его укладывала где-то полчаса. Это для него очень много. Итак, ребята, я обещала вам ответить на вопрос. Во-первых, почему мы ходим теперь в платную-бесплатную клинику? Потому что мне не нравится наша медицина в бесплатных. Мне не нравятся отношения к детям. Я недавно приходила с Лямом, на что мне сказали просто «Господи, все, давайте идите», наорали на нас. Поэтому у нас, во-первых, платный педиатр. Прекрасная, милая женщина, которая хорошо с нами общается. Просто. Там нет таких очередей и все такое. Эта клиника находится в Одинцово, и мы платим не очень дорого. Поэтому, в принципе, я даже советую вам нанимать платных врачей, если, конечно, у вас есть возможность. Просто вот у нас в поликлинике в городе, там отношения просто ужасные. Во-вторых, почему я хотела вызвать скорую? Потому что Лям стал горячее, такое ощущение было, что у него жар. И я думала, таблетка не поможет, потому что Лям просто ни в какую не хотел засыпать. А обычно от этой таблетки засыпают просто до 15 минут. Но, как видите, Лям не хотел засыпать, мне пришлось прорваться, извините. Поэтому я хотела вызвать скорую. Но, слава богу, до этого не дошло, потому что я очень рада. Возможно, это видео получилось короткое, но, надеюсь, оно интересное, потому что раз в месяц где-то я буду снимать, как Лям болеет. Конечно, это видео однотипное, но все равно хотеть бы какое-то разнообразие контента, ребят. Но об этом еще не все. Я хотела вам еще кое-что показать, подкинуть мою идею, так небольшую сказать. Ко мне в голову снова пришла гениальная идея.